Лет пять назад на партнерской конференции B324, послушав ваше выступление, я вернулся в Петербург. Мы как раз с Иваном вместе сели и переделали вообще все точки контакта компании, в которой мы работали с клиентами. А у вас с собой визита карточка есть? Конечно. Хотелось бы, конечно, дорабатывать. Круто, 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 круто. Но можно сделать лучше. Добрый вечер. В эфире B324 спрашивает. Я уже должен сказать «добрый вечер» на 17 языках. Именно в таком количестве стран нас уже посмотрели. Я знаю, как сказать «добрый вечер» на 17 языках, но я просто уже все забыл, страшно волнуюсь. Но напоминаю, B324 – это программа, в которой мы встречаемся с реальными партнерами компании B324 и говорим про их проблемы или про задачи. И сегодня у нас в гостях Василий Карпук, компания «Соль». Добрый день. Меня зовут Василий Карпук, компания «Соль». Мы занимаемся тем, что помогаем бизнесу получать пользу от CRM-систем. Мы хотим развиваться в России и потом выходить на международные рынки. В будущем мы представляемся крупной консалтинговой компанией, которая помогает бизнесу и предпринимателям правильно обстраивать процессы взаимодействия с их клиентами. Я приехал на передачу для того, чтобы задать Игорь Уману вопросы о том, как получать наиболее целевых клиентов, как правильно с ними взаимодействовать и как не потерять в качестве наших услуг при росте компании. Василий, сразу же комплимент, классное название. Вопрос. Где салонка? Пока не завели. Наверное, всем коллективам надо приехать, чтобы объединить нас. Есть такое понятие, сквозной, вы знаете, в нашей программе мы стараемся дать нашим партнерам, нашим гостям как можно больше полезных советов. Есть такое понятие «якорь». И тогда, когда у вас компания называется «Соль», было бы здорово, если бы на встречу вы приходили с пачкой соли, если бы вас везде видели с салонкой. Ну, потому что пачку соли не всегда буду наносить, а вот салонку можно достать с кармана практически всегда. И знаете, что происходит? Люди видят соль в быту и вспоминают компанию «Соль». Правда, здорово придумано? Да, очень интересная идея, наверное, воспользуемся. Хорошо, если мы будем снимать продолжение, с вас пачка соли. Договорились. Какими вопросами вы пришли к нам в студию? Первый вопрос самый важный для нас. Как масштабироваться, как расти командой, не теряя в качестве того результата, который можно давать клиенту? Первый, я очень надеюсь, что вы понимаете, что такое не терять в качестве. Проводите ли вы опросы удовлетворенности ваших клиентов, НПС, ССИ, что-нибудь в таком роде? Во-первых, конечно, проводим, да. Во-вторых, мы в целом в прошлом году проводили большой опрос по клиентам. Поскольку мы занимаемся внедрением в CRM, мы ходили по рынку в рамках тех возможностей, которые есть у нас, и изучали, взлетают проекты, не взлетают. Но давайте вот про качество. То есть, когда вы говорите, что не теряя в качестве, что такое качество для вашего клиента? Это что? Это вы внедрили, это работает. Вы внедрили это в срок. Вы внедрили, и, соответственно, есть команда людей, которые хорошо обучены тому, как этим пользоваться. Вот что такое качество? Это такое слово, за которым должны стоять определенные стандарты. Предположим, вы говорите, стандарты соли или соляные стандарты, что очень хорошо ассоциируется со словом соляные пещеры. Соляные стандарты следующие. И вы, предположим, прописывать 10 пунктов. И вы хотите, чтобы во время работы с большим количеством проектов эти стандарты не забывались. Предположим, вы не забываете обучить команду. Вы не забываете про то, что нужно сделать день в день, или, может быть, чуть пораньше, но лучше день в день. То, что вы обещали своему клиенту, и далее по списку. Сначала нам нужно зафиксировать гарантии. Вот это очень важно, чтобы вы говорите, что мы не теряем в качестве. А что такое качество? То есть, если вы приходите и обещаете своим клиентам, что вы не теряете в качестве, если вы то же самое обещаете своей команде, качество нужно прописать, качество нужно зафиксировать. Ну, я, кстати, хочу дать совет абсолютно всем, кто нас смотрит. вы знаете такое слово стандарты нужны стандарты нужно прописать стандарты есть возникает спорные вопросы мы обращаемся к ним и так давайте решим договоримся что на такие стандарты у вас появились и мы теперь хотим расти не нарушая своих правил работы кстати очень уважая за это василия потому что большинство компаний готовы немножко вот не знаю там кривя душой они говорят давайте расти там качество конечно может храбать а вот такая заявка что я хочу сохранить качество при этом расти это не от каждого услышишь грамотный руководитель василий итак как расти расти можно тремя базовым способом вы мечт подскажите в каком направлении вы хотите расти мы с вами про это поговорим расти можно через количество продуктов которые вы предлагаете своим клиентам ну то есть расширить свой продуктовый портфель 2 расти можно через количество географических рынков на которых вы работаете работать только в москве решили выйти в питере вы работаете по российской федерации решили начать работать в казахстане и третье можно расширить количество клиентов ну то есть она когда вы предположим начинаете работать по разным отраслевым решениям или в просто говорите что наша задача получить топ-50 клиентов в нефтегазовой отрасли и соответственно это может быть драйвером вашего роста что для вас интересен продуктовый портфель рынки и графические или количество клиентов че что первую очередь вы думаете надо начинать расти наверное географические рынки первую географические рынки хорошо на скольких рынках вы работаете сегодня вообще на данный момент у нас есть клиенты и по россии по европе но основной рынок наш это петербург сколько стран странах вы сделали проекта четырех странах маленькая подсказка и василию и тем кто нас смотрит если в подстрочники компании то есть у василия компании называется соль ниже написано предложим интернет интегратор они же написано россия великобритания швеция япония и мы понимаем что либо у василия офисы в этих городах но что конечно очень круто воспринимается но мы трактуем это так мы сделали проекты для наших клиентов в этих четырех странах и соответственно у вас сразу же создается имидж международной компании в идеале работать с международными компаниями вы должны стараться ведь идти к имиджу компании международной компании с международной репутацией носят каких-то два таких очень сильных понятия с одной стороны выглядит как международной компании вы присутствуете в нескольких странах другой стороны у вас международная репутация права знает здесь право знает здесь право знает здесь соответствие если вы хотите начать расти через географические рынки вам придется обзавестись я думаю замом по международной работе здесь очень тяжело будет совмещать оперативное управление компанией и международное развитие может человек как правило живет в самолетах и путешествует между разными странами и периодически вылетая в другие страны я люблю разговаривать с попутчиками которые рядом со мной сидят для того чтобы хотя бы публиковать английский язык и очень часто оказывается что вылетая в какую-то страну и летая даже внутренними рейсами между европейскими странами ты сидишь рядом с человеком таким каме-вэйжером который отвечает за развитие международного бизнеса российской компании у вас есть такой человек на примете это скорее всего да я в первую очередь да но вы тогда должны смириться с тем тогда хорошо помните вы говорили про развитие и качество а кто будет отвечать за качество книга что-то живы нет отвечая не я это мой партнер по бизнесу иван производства в первую очередь на нем от я что включая за коммерческую составляющую он отвечает за производство на самом деле вопрос как захватить москву с точки зрения количества клиентов которые не могут здесь потребоваться я понимаю как мне сделать аудиторию которая ко мне приходит более целевой мы очень много стараемся с этим работать мы много контента даем чтобы приходили клиенты не просто узнали что мы внедряем серым системы а приходили к нам задавали вопросы потому что они знакомились тем что мы делаем они понимают кому они идут и таким образом приходили более целевые клиенты мы очень много пошли именно в контент маркетинг мы для себя там пару лет назад приняли такое решение и пару лет публиковали активно статьи у нас там за год вышло порядка стать 20 по моему кейсов стараемся кейсов до год назад я завел на битрикс сайтов блок мы не говорили что это бесполезно и его никогда не продвинул и они копейки туда денег не потратит кроме нашего ресурса сейчас петербурге все позиции все запросы которыми интересуют они все на первой странице просто я получил себе этот кто-то умеет пользуется inbound маркетингом я думаю что нужно будет следить за василием и читать его блог потому что абсолютно правильный контент стратегия я поддерживаю спасибо большое мы действительно очень много занимаемся контентом мы очень много публикуем в блоге и как сделать так чтобы те лиды которые приходят на наш сайт читают наш блог и достаточно много лучше конвертировались в обращение в сделку потому что многие приходят узнают нужной информации уходят получили достаточно себе контента которые хотели вы просто хотите перескочить через стадию романтических ухаживаний за клиентом сразу же к алтарю иногда это происходит но как правило нужно очень много касаний и разные теории по разному про это количество касаний говорят но в принципе нужно запастись терпением продолжать просто генерить контент у меня бывали случаи когда люди говорят мы 10 лет там читали ваш инстаграм или там 10 лет мы читали ваши книжки вот мы созрели для того чтобы поработать с вами поэтому наверно не торопитесь но еще одна история вам поможет это тогда когда вы завершаете свой информационную свое информационное письмо каким-то call to action тоже вы говорите хотите мы это сделаем у вас или не знаю сейчас мы ищем 3 3 компании которые вы на которых мы могли бы проверить эту теорию или с которыми мы могли бы это там не знает как экспериментировать и сделать на особых для вас условиях этот call to action и специальные условия конечно подогреет определенную группу людей и получите необходимое количество более горячих лидов но еще раз продолжайте делать то что вы делаете не надо перегибать палку и быть очень продающим потому что люди в этом случае просто начнут отписываться людям нужна польза давайте им пользу и грейте 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 это называется теория поглаживания раз погладил 2 погладил 155 раз погладил и человек вам пришел но плюс еще нужно понимать что вы с одной стороны формируете в долгосрочной перспективе образ специалиста эксперта который может 15 лет говорить про то чем он занимается а у человека не всегда есть необходимость получить то что мы сейчас предлагаете ну нет сейчас у него желание или нет у него бюджета или он сейчас про это не думает но когда-нибудь ваш подход и его ситуация совпадут и и будет вам горячий лид ход про нет бюджета как раз вопрос действительно мы записали большой курс на youtube по внедрению бедры 24 можно взять и самостоятельно больше десяти часов видео самостоятельно пошагово все себе внедрить отдали его просто бесплатно он лежит там люди приходят смотрят пишут что здорово замечательно правильно поступаем или все-таки когда бесплатно отдаешь от не ценится но во первых вам нужно было понимать что когда вы делаете 10 10 часовой курс по внедрению битых до 10 разных уроков 10 10 10 10 уроков по внедрению битых с люди не будут 10 уроков смотреть но по факту нужно было бы наверное сделать просто знаете что-нибудь такое провокционное что люди любят как не дает битв 24 бесплатно и за одну минуту такие люди раз кликает туда а там вы стоите с иванова быть и никак реально просто вы понимаете что это ряд последних действий ряд последних шагов и так далее нет я еще раз говорю вы сделали все правильно пускаем этот курс будет но люди вряд ли будут его смотреть и конечно ну не нужно растягивать все не говорить не надо 10 выпуске что мы вам поможем да прям первом выпуске скажите честно что мы сейчас расскажем все что мы знаем но мы прекрасно понимаем что этого будет недостаточно для того чтобы у вас битв 24 заработал на сто процентов его возможностей поэтому если что экономьте время экономьте усилия экономьте нервную систему обращайтесь в соль все и потом честно начинаете каждом выпуске это повторять и снова рассказывать что своим клиентам мы его просто действительно искренне хотели записать даже не для того чтобы люди могли к нам прийти а для того чтобы у них была некая инструкция пособия для тех кто еще не готов заплатить за этот день кого не это импонирует василий мне это импонирует я делаю то же самое когда я пишу книгу я практически бесплатно отдаю то что я знаю своим клиентам я понимаю что кто-то возьмет и сделает но кто-то просто впечатленный моим профессионализмом скажет вау круто я хочу поработать с игорем маном и еще плюс у меня есть правило что отдал то твое я думаю ваши сотрудники записывают этот курс понимали что они сейчас все отдали и они должны какие-то новые знания новые навыки новое умение наработать это очень хороший подход такая я люблю эту это поговорка кубанских казаков что отдал ту твою она мне очень очень нравится или как говорят американцы give 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 and then take поскольку вы собираетесь сниматься международной активностью вы понимаете даешь 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 а потом уже бери но да продолжайте это делать я думаю что ничего плохого в этом не будет и продолжайте делиться своими знаниями бесплатно ну в конце концов я автор книги бюджета я кому как не мне вас поддержать как раз если мы говорим что это маркетинг через контент это в долгую историю до подход в котором мы работаем нет при внедрении сером стима сандеры заключается в том что мы прививаем привычку работать новом программном продукте и мы отталкиваемся больше от психологии внедрения программных продуктов мы даже тут недавно готовили большую лекцию вообще про как раз психологию внедрения и у нас все построено мы понимаем что он больше не технари а мы больше консалтов хотя изначально мы отрицают проектников из технарей выходили сейчас вообще возникает вопрос в том что они инфобиз ли мы потому что я прикрою ни в коем случае не использовать слово инфобиз она настолько josé родила себе репутацию вопрос у меня в чем зачастую очень сложно донести до клиентов что-то программа внедрения которую мы подготовили она очень много на консалтинге на работе на обучении продукта на прививанию привычки работами нагляли и вот долго долго рассказываешь людям об этом а потом ли так и поки это курс обучения нет это программу внедрение и вот донести эту франжу использовать все-таки программа внедрения как корректно правильно что это не курс на обучение и результатом все-таки они получают готовый продукт себе внедренную серым с ним давайте я попытаюсь перефразировать ваш вопрос получается что вы придумали и мне это нравится поэтому я и начал вас перебивать пытаясь сделать вам комплимент но просто возбудился на слове инфобизнес вы придумали история про то как соединить автоматизацию с психологией все-таки автоматизация это изменение изменения всегда пребывается с большим трудом и вы поэтому решили сгладить вот этот дискомфорт привития новой привычки для компании через какие-то психологические приемы правильно я услышал да хорошо вот предположим но мы знаем инстинкт собаки павлова вот если у человека первый день внедрения сяром системы прошел хорошо все системы работает нормально все сотрудники делают по инструкции какой пряник прилетает от вас в этом случае или прилетает кнут если что-то пошло не так как вот эта психология тоже действительно привычка формируется 21 до 100 мы именно на этом и строили всю историю что психолог привычку нам на сформировать с 21 день мы создаем новые нервные связи до вырабатываем привычку 40 дней поддерживаем не даем соскочить находимся рядом как тренер как тот человек который рядом вот говорит делает так делаю так дел так и 90 дней не даем это все разрушить чтобы они отскочили обратно привыкли сити у вас календарик на котором сотрудник может как человек в тюрьме зачеркивали у меня много хороших идей вот действительно просто опять же если вы вешать такой календарик у руководителя и увешивать такой календарик у руководителя рабочей группы по внедрению crm и там еще что-то в офисе вашего клиента то соответственно вот это вот есть такая очень интересная программа до don't break the chain а не ломает цепочку когда ты зачеркиваешь галочку за галочкой стаж галочку за галочку зачеркиваешь кружочек за кружочком по факту тогда действительно у тебя фрагмент привычка самое главное ты не хочешь я нарушить то что но глупо было там 14 не продержаться 15 это не знаю там взять и пропустить спасибо большое действительно садеб вы можете это сделать угол и мобильное приложение очень важно попасть в мобильные компьютеры ой муку спи мобильные устройства своих клиентов поскольку все мы ходим со смартфонами опять же попили в их битрикс 24 года абсолютно верно да действительно может был такой календарь прямо там чтобы люди до чек каждый день дело и соответственно просто я же вам говорил про то что очень важно формировать хорошую привычку сколько стоит килограмм соли сколько стоит килограмм сахара помещать человеку что если он сделает это в течение 21 дня он получит 21 килограмм сахара если он сделает плохо он получит 21 килограмм соли выбор его здорово спасибо про календарь это очень хорошая мысль наш подход он отличается именно подходом поэтому с конкурентами которые у нас могут быть в лоб по коммерческому предложению мы уже не можем конкурировать потому что мы не конкурируем не ценой а именно подходом как вот это сделать различие цен на том что нас надо оценивать не составив какую-то табличку от каждого по цене о том что мы в принципе про другое но можно здесь поиграть с мыслами вот есть устойчивое выражение самая соль и если вы будете его использовать разговаривать самый клиент на эти самые соль автоматизация это и вот вы начинаете гнуть свой подход вторая история тогда когда все сводит табличку в тендерах и начинает вас сравнивать попытаться в этой табличке смотрится лучше чем ваши конкуренты все дают гарантию сколько три месяца три месяца ваша расширенная гарантия соль гарантия называется она 4 месяца предположим все обучают сколько вы обучаете быстрее наоборот больше набор или больше но то есть решайте сами то есть всегда попытайтесь чтобы в сравнении вы смотрелись хорошо если вам позволяет это экономика но еще раз тогда вам нужно и переписать всю вашу марк новую стратегию и весь ваш посыл должен заключаться в том что мы не просто автоматизация вот эту фразу мы не просто автоматизация уже у человека вызывает интерес а что и вы где мы автоматизация плюс и вот точно начинаете вот эти все плюсы перечислять а в идеале у вас должно быть соль подход то есть вот соль метод соль или технология соль и вот вы понимаете с это с о это о л это л а мягкий знак вот вы знаете вы не выйти в не выглядеть жестким руководителем но просто поверьте мне есть руководители видишь твердый знак вы мягкий знак в этом нет ничего плохого что я тоже мягкий знак вот вы просто можете сказать мы мягко входим в компании мы мягко делаем изменения мы мягко работаем с сопротивлениями и вот это конечно вот мягкий знак он вам может как раз помочь еще раз вот входить сознание вашего клиента предположим но когда вы пишете слово соль я не видел вашего логотипа напишите его предположим зеленого цвета и во всех своих документов которого печатать вашему клиенту будет маленький знак если вдруг попадается в любом условии вы тоже делать его зеленым все у человека просто формируется вот такая как бы якорная история про которому самому говорили в самом начале он видит мягкий знак и он вспоминает вас а уж и он видит соль он просто вас не забывает мы для себя формулируем что соль это то приправа без которой любое блюдо пресное любой бизнес будет пресного не хватает то но просто будьте аккуратным некоторые врачи рекомендуют сокращать количество потребления соли и вы можете сказать как с этим можно с этим тоже играть вот эти вы знаете я понимаю что слишком соли очень это как бы вредно поэтому давайте я у вас появлюсь через следующий месяц поверьте нам у вас уже будет некий недостаток соли в организме точнее в вашем ваших бизнес-процессах до играть и играйте с названием еще раз я хочу сделать вам комплимент у вас блестящее название глупо было бы не использовать его потенциал на 100 процентов с вас соломка с фирменной соли в следующий раз обязательно договорились во-первых вам нужно понять кто ну что есть не ваш клиент этот нормальные совершенно история и второе вы должны понимать вы готовы a работать с не вашими клиентами у которые жесткие это требует предположим предпроектного там тезе там не знаю там работы там не знаю там по таймлайну у вас такой более мягкий подход более творческий есть они будут этого требовать вы готовы с ними работать или вы скажете я со всеми клиентами работы не буду рынок большой а найду свой типаж клиента должен я как консультант всегда люблю работать в коротком формате у меня были клиент с которыми работал год полгода но обычно я люблю поработать с ними пару дней потом уехать вот так завалить их идеями и просто убежать но эти два дня стоит ровно так сколько стоит там предположим месяц или два месяца у другого консультанта поэтому я понимаю что с некоторыми клиентами тоже не сработаюсь поэтому мне нравится ваш подход и может быть вам прямо и объяснять что мы не для каждого автоматизацию можно делать через твердый знак и через мягкий знак вот для тех для кого вот жестко важны регламенты сравнение всех вот не знаю там здесь на один там рубль дешевле я пойду работать с ними там все остальное внимание не принимаю это наверно не ваш типаж клиента ищите своего клиента и поэтому на всех маркетинговых материалов во всех презентациях даже ваши визитные карточки просто объясняйте что мы автоматизируем по-другому мы не автоматизируем это не означает что мы делаем плохо результат конечный даже может быть будет лучше травматизм от изменений по что любая автоматизация это травма он будет меньше мы все это сгладим вот просто используйте сделайте из своих возможно слабых сторон сильные стороны мне вот очень импонирует такой подход я буду его и себя у вас работал директором по маркетингу я вот прям вижу как я бы его творчески развил вам и менеджер сотрудничества да и вам менеджер таки я уже ангажирован предыдущим партнером но может быть когда я закончу работать с ними с вами начнем работать но я еще раз хочу сказать что вот мы с вами вот и себе я сейчас покупал автоматизацию вот вы мне как руководители компании которые у меня будет заниматься автоматизацией зашли моментально где себя был жестким парнем и вы зашли таким я не там ну там типа василий извини то у меня другой подход там не знаю там и соответственно ничего страшного и просто даже на сайте у вас может быть написано что мы работаем с теми клиентами позвольте мы сами право определенной методики соль проверим и скажем вот наша технология наш подход вам зайдет или не зайдет что там где жесткий руководитель и жесткий айти руководитель жесткие там не знаю там зам по технологиям или там жесткие продавцы ну наверно вам будет работать не очень хорошо а компания мягких очень много но как бы он компания она компания то есть таких компаний очень много не все пытаются быть такими мачо компаниями так что рынок большой лет пять назад на партнерской конференции битрик 24 послушав вас ваше выступление я вернулся петербург мы как раз с иваном вместе сели и переделали вообще все точки контакта компании в котором в туман работали с клиентами начиная от посыла того чем мы занимаемся визитки коммерческие предложения визита . есть конечно их можно я нашу в северой партнер как раз визитной карточкой сейчас тоже хотелось бы дорабатывать круто 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 но можно сделать лучше давайте мы как-нибудь это разберем сейчас я только василию покажу что можно сделать это визитной карточек чтобы она была более продающей но давайте сделаем комплимент во-первых она у него вертикальная и вертикальная визитная карточка всегда больше привлекает внимание чем горизонтально но к сожалению здесь написано тоже как я люблю сначала имя потом фамилия и здесь даже но достаточно лаконично указаны все контакты но самый большой недостаток оборота визитной карточки у василия это то что оборот не продает но василий понимающий кивает головой но у меня есть правило все всегда можно сделать лучше когда закончится передача мы с василием поговорим у него будет просто идеальная визитная карточка и опять же вот вопрос нюансов да если мы смотрим на логотип он не очень сильно напоминает соломку я бы с этим поиграл но несколько быт но обычно мы в солонке видим что там пять дырочек я бы их сделал максимально напоминал соломку когда я смотрю на ваш слоган помогаем бизнесу получать пользу от crm я бы убрал слова бизнесу потому что вы не работать не бизнесом просто помогаем получать и вместо лишнего слова бизнеса которая здесь никакого смысла не имеет я бы написал помогаем получать максимальную пользу от crm с минимальным травматизмом для компании это как раз и есть ваш подход и вот от этой фразы вы бы танцевали я больше чем уверен что люди даже вам задавали вопросы василия как трактовать ну а вы знаете как отвечать прекрасно у нас получился разговор с василием мы увидели с вами что даже на высоко технологичных рынках можно работать по-домашнему мягко с душой используя психологию мне это очень сильно импонирует я верю что у василия после тех изменений которые сделал своей компании бизнес пойдет еще лучше и в москве у него все получится оставайтесь с нами до встречи в следующем выпуске увидимся смотрите и делайте это было очень здорово было очень интересно спасибо большое игорю за это потому что многие вещи были казалось бы понятными на кончиках пальцев но мы их почему-то не делали какие-то вещи стали открытием к обязательно вернусь в петербург и буду заниматься реализацией этих задач и вопросов которые мы сегодня обсудили вообще очень хочется сказать спасибо коллегам из битрикс24 за то что в моей жизни есть несколько человек когда которыми я слежу и деятельность их меня действительно искренне восхищает причем эти люди находят и в рамках компании битрикс24 и у меня сегодня появилась возможность пообщаться с игорем маном это очень здорово спасибо огромное всем спасибо огромное игорь за те советы которые он сегодня дал игорь за субтитры подогнал «Симон» игорь за субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...